Существует восточная легенда, которую многие психологи любят рассказывать своим скорбящим пациентам. Один мудрец пообещал матери, похоронившей сына, помочь справиться с ее безутешным горем, если она отыщет три дома, которые смерть обошла стороной. Однако, сколько женщина не пыталась, ни одного такого дома не нашла. Она постепенно поняла, что смерть, горе, скорби – неизбежная сторона жизни, и смогла примириться с потерей сына. В известной с 1967 года «Шкале жизненных изменений» Томаса Холмса и Ричарда Рейха события, связанные со смертью близких, болезнью, семейными и финансовыми проблемами, уверенно занимают лидирующие позиции по степени стрессогенности. Тем не менее, по мнению психологов, любой трагический опыт заключает в себе огромный положительный потенциал. Так знаменитый советский психолог Леонтьев спросил не менее знаменитого философа Мамардашвили «С чего начинается человек?» Тот, не раздумывая, ответил «С плача по умершему». Психологи делят состояние переживания скорби на две категории – подлинное и патологическое. В первом случае человек проживает все стадии страдания, начиная от шока и отрицания, заканчивая принятием и переорганизации жизни с учетом произошедшего. Во втором же случае проживание боли становится нездоровым, потому что человек застрял на одной из стадий, он как будто заезженная пластинка не может завершить работу скорби. И если подлинное горе психологи советуют прожить эффективно, то есть признать реальность скорби, пережить боль, отрегулировать отношения с окружающими людьми, проститься с прошлым, чтобы жить в настоящем и будущем. То патологическое горе опасно своим разрушительным действием. Человек в течение длительного периода может отрицать страдания, закрываться от него с помощью алкоголя, еды, распутной жизни или же фокусироваться на своих горестных ощущениях, смакуя каждую болезненную эмоцию. В любой скорби, независимо от степени испытываемой боли, психологи советуют в первую очередь принять случившееся как свершившийся факт, затем попытаться осознать новую реальность, выплеснуть эмоции слезами и воплями и дальше продолжать жить, отпустив ситуацию. Для кого-то это может быть удивительно, но некоторые психологические приемы имеют место даже в пастырской практике. В одной из книг митрополит Антоний Сурожский рассказывает о своей беседе с 80-летним стариком, который 60 лет терзался душевными муками, искал утешения, но безуспешно. Причина терзаний – давний случай, когда во время гражданской войны он вместе со своей горячо любимой невестой спасался от преследователей и по случайности выстрелил в нее. Она умерла, а он всю свою жизнь каялся перед Богом, молился и спрашивал совета у разных людей и никак не находил покоя. Владыка Антоний очень проникся состраданием к старику и, желая помочь ему, посоветовал нечто похожее на психологическую технику пустого стула. «Вы обращались ко Христу, которого не убивали, к священникам, которым не нанесли вреда. Почему вы не подумали обратиться к девушке, которую убили?» – сказал митрополит. Старик изумился, спросив, «Разве не Бог дает прощение? Только он один может прощать грехи людей на земле». Владыка ответил ему, что все это верно, но если погибшая девушка простит страдальца, если она заступится за него перед Богом, то он не сможет пройти мимо ее прощения. В тот же день после вечерних молитв старик сел и рассказал невесте о 60 годах своих душевных страданий, о сердечных, опустошающих муках, попросил у нее прощения и ее заступничество перед Господом, если она простила. В результате душевный покой пришел. Святитель Феофан Затворник наставляет. «При скорбности вас не оставляют того ради, что любит вас Бог. Любит и чистит, чтобы были чисты и горели, как алмаз на солнце». Ничего злого и плохого от Господа быть не может. Он не желает, чтобы люди страдали. Но при этом, по слову Паисия Святогорца, Бог попускает случиться злу, потому что знает, что из этого зла в конечном результате выйдет добро и духовное приобретение. Святитель Иоанн Златоуст в любых обстоятельствах учил говорить «За все слава Богу! И за радости, и за скорби человек должен благодарить Бога, потому что такова воля Божия о нем, и эта воля свята». Преподобный Никон Оптинский, последний духовник Оптиной пустыни, которому было суждено пережить закрытие и разорение обители, произнес гениальные по своей простоте и глубине слова. «Скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас». Новый Завет говорит, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. Деяния святых апостолов, глава 14 стих 22, что скорби и умение их переносить – это единственный путь, по которому можно достичь спасения. С древнегреческого слово «скорбь» – «тлипсис» дословно переводится как «давление», «стеснение», «сжимание». И вот это же слово «этлипсис» мы видим в следующем изречении Христа. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и просторен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Что же это за широкие врата, ведущие в погибель? Жизнь в удовольствии, только для себя, когда человек бежит от трудностей и испытаний. Этим путем идти легко, поэтому им идет большинство. Но вот предлагается узкий путь, ведущий в жизнь. Идти таким путем очень трудно, потому что немногие способны находить в скорбях радость спасения, хвалиться ими. Как об этом говорит апостол Павел, «но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает». Послание к римлянам, глава 5, стихи с 3 по 5. И вот в Ветхом Завете предстает перед нами великий праведник Иов, о непорочности которого засвидетельствовал сам Бог. За короткий срок Иов оказался на обочине жизни. Погибли дети, он лишился богатства, славы, уважения. К тому же его поразила проказа, ужасная болезнь, считавшаяся нечистой. Теперь сидит он за воротами, на куче навоза, скребет свои зловонные гнойные раны черепком, кричит на небо и не понимает, за что страдает. Он не знает, что между Богом и дьяволом ведется борьба, в центре которой он сам. Однако искушения продолжаются. Жена страдальца предлагает ему похулить Бога и умереть. Припоминая историю Адама и Евы, несложно догадаться, что жена Иова просто стала инструментом в руках сатаны. Однако Иов остался тверд и не согрешил против Бога. Затем пришли друзья-утешители, которые хоть и поплакали со страдальцем, но все же аккуратно намекнули. А может быть, ты вовсе не праведник, а только притворяешься? Иов претерпел все скорби и, невзирая на множество искушений, не согрешил перед Богом. Он сподобился Бога видения, раскаялся в своих обвинениях к Творцу и получил вдвое больше того, что потерял ранее. У него родились новые дети, но и погибшие не исчезли бесследно. Ведь еще до Бога воплощения Иову была открыта тайна всеобщего воскресения мертвых. Как видим, Бог благоволит достойно перенесшему искушения и скорби? Так можем ли мы сомневаться в Божьем промысле о нас? Можем ли мы не полагаться на волю Его, если сам Господь говорит нам, претерпевший же до конца спасется? Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Апостол Иаков наставляет. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Послание апостола Иакова, глава 5, стих 11. По слову беды достопочтенного, в перенесении скорбей Иов проявил такую твердость веры, что Господь избавил его от искушений, прославил перед всеми людьми и в итоге он получил вдвое больше. А завершить хочется словами святителя Иоанна Златоуста. Случилось ли хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое, благословляй Бога, и плохое прекратится. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...